Всем привет! В этом видео покажу и расскажу про фаворит последнего времени. Если вам интересно, то давайте смотреть. Первое, про что расскажу, это массаж, который я попробовала на прошлой неделе. Это массаж на аппарате AirSlic. Вот сюда я иду, и тут даже висит реклама того аппарата, на который я сейчас пойду. AirSlic – это оборудование нового поколения, в основе которого лежит вибрационно-компрессионная методика скульптурирования фигуры. Мануальное воздействие. Скорость выставляется и время. Так вот упрощаются мои методы. А сколько процедуры по времени идет? Час сорок. Два направления. По часовой, против часовой. Для прохождения процедуры обязательно наличие костюма. Костюм обеспечивает легкое движение манипулы, который делает массаж, и усиливает воздействие на подкожно-жировой слой. AirSlic может применяться в случае, если необходимо убрать любое количество лишней жировой ткани. Это может быть, например, только жир в области живота, или же лишний объем вокруг талии и бедер. AirSlic не просто уменьшает объем жировых клеток, но и снижает их количество. Также процедура возможна людям с низким порогом чувствительности и варикозным расширением вен. Уже после первой процедуры будет виден эффект в виде подтянутой и гладкой кожи. После шестой процедуры объемы тела значительно уменьшатся, фигура приобретет четкие очертания. А после полного курса процедур, это примерно 12, ваша одежда будет вам велика примерно на 1-2 размера. В основе работы аппарата лежит компрессия, которая достигает сожжет веса манипулы и незначительного давления мастера на манипулу. Давление, которое своим весом создает манипулу, позволяет создать более тесный контакт с кожей. Воздействовать на ее глубокие слои также с помощью компрессии. Достигается мощный лимфодренаж. Достигается максимальная эффективность, при этом ткани не повреждаются. С помощью вибровоздействия усиливается микроциркуляция, происходит синтез коллагена и эластина. Вот такая красная кожа остается после массажа. Приток крови активный. Массаж делается по лимфе. Подводя итог этой процедуры, я реально заметила, что моя кожа подтянулась. Я сразу же, когда пришла домой, посмотрела на себя в зеркало и заметила, что кожа очень хорошо выровнялась. У меня есть, конечно же, целлюлит на попе. Это моя самая проблемная зона. Но он не настолько выражен, чтобы у меня было четкое желание от него избавиться. И после процедуры я заметила, насколько кожа стала ровнее и целлюлита стала почти незаметна. Конечно же, для поддержания и улучшения эффекта нужно больше курсов. Врач мне вообще сказал, что можно больше 15 даже делать, если вот прям сильно запущена фигура. Так что, кто из вас искал хорошую процедуру для коррекции фигуры, то я вам это советую. Потому что это, во-первых, не затратно. Это приятно и это эффективно с первого раза. Дополнительную информацию вы сможете узнать по ссылкам внизу. Так что, заходите и смотрите. А теперь давайте перейдем к косметическим фаворитам. Первый это вот такой вот блеск для губ от Essence. Это новинка весна-лето 2017. Я его покупала в магазине Подружка за 130 рублей. Или где-то так, в общем-то, не очень дорого. И это блеск для увеличения объема губ. Он идет с мятым эффектом. То есть, он охладит губы и их немножко покалывает. Я обожаю такой эффект на губах. У меня был очень давно блеск от Avon. Который тоже был с мятым эффектом. И он мне очень сильно нравился. Потом у меня появился блеск от Dior. Dior Lip Maximizer называется. Он тоже немножко охладит губы. И вот у меня появился Essence. У меня вот такой вот оттенок. Это такой бежево-розовый. Также представлен еще просто прозрачный. Он на губах не дает цвета. Он просто дает блеск. Очень красивый, нежный. Совершенно не липкий. И эффект покалывания губ где-то держится полтора часа. То есть, это очень долго. Потому что у меня Dior держится полчаса максимум. А этот блеск, мало того, что он приятный. Мне нравится, как он на губах. Он еще и реально увеличивает. Я никогда не верила в это. То, что блеск может увеличить губы. Но это действительно так. Сережа это заметил. То есть, я сама этого не заметила. А Сережа сказал, что у тебя губы реально стали больше. То есть, это не просто самоувнушение. Это увидел другой человек. Так что, очень советую. Стоит недорого. Эффект классный. Цвет классный. Нелипкий. 5 с плюсом. Далее, вот такой вот консилер. Тоже от Essence. Он у меня сейчас вот в такой вот штучке, которая помогает консилеру выйти наружу. Так как у меня уже осталось меньше половины. Это вот такой вот консилер. Get picture ready. Это очень жидкий, легкий консилер. Но, несмотря на то, что он легкий, он очень классно все перекрывает. Он не подчеркивает шелушение. Он комфортный. Он незаметный. В общем-то, только одни плюсы. Я его обожаю. И вы видите, насколько я часто им пользуюсь. Что он у меня почти заканчивается. Внутри идет вот такой вот удобный спонжик для нанесения. Но я его этим спонжиком не растушевываю. Я растушевываю кисточкой, пальцами. Из тональных кремов мой любимчик этой весны. Это вот такой вот BB крем от Misha. Это корейская марка. У этого BB крема идет SPF 42. Мне он нравится тем, что он очень хорошо все перекрывает. Плотный. Но, несмотря на то, что он плотный, он совершенно не чувствуется на коже. Он мою кожу делает просто идеальной. Очень экономный. Я им пользуюсь уже довольно долго. И у меня еще больше половины где-то в нем. Так что, кто не пробовал, советую. Хотя знаю, что он очень популярный. Его многие любят. И вот я тоже теперь его люблю. Далее вот такая вот пудра от марки GOSH. Это прозрачная закрепляющая пудра. Она идет еще как матирующая. Даже можно ее использовать как самостоятельный продукт. Так как она направлена на то, чтобы выравнивать тон кожи. Скрывать покраснение. Но я ее использую просто как матирующую, закрепляющую на тональный крем уже. Я ее уже успела испытать в полевых условиях. Весной, когда были супер жаркие дни, было таких пару дней, я снимала видео вечером. То есть, у меня было закрыто окно. В комнате, понятное дело, жара. Батареи еще не выключены. Я сижу около батареи. Снимаю на камеру. И на меня еще светит софтбокс. То есть, софтбокс тоже очень сильно жарит. Как только я села перед софтбоксом, у меня сразу же вспотело все лицо. У меня сразу стало все блестеть. Как только я нанесла эту пудру, у меня лицо не блестело потом еще часа два, пока я не смыла весь макияж. То есть, я уверена, если бы я еще дальше что-то делала, ходила с макияжем, у меня бы лицо не блестело. Я эту пудру использую часто довольно-таки, но не каждый день. У меня потому что еще много пудр, которым я пользуюсь. Мне нужно все тестировать. Но эту пудру я очень люблю именно когда жара. Когда я снимаю, например, я пользуюсь всегда ей. Она реально очень классно выравнивает цвет кожи, матирует. В общем-то, тоже одни плюсы. Я ее люблю. Во-первых, тут очень еще много ее. И для своей стоимости это очень выгодная покупка. Тут целых 7 грамм. Используется она просто минимально. Еще мне нравится то, что пудра супер мелкого помола, и она совершенно незаметна на лице. Так что, девчонки, советую, кто искал что-то такое закрепляющее, матирующее, отличный вариант. И два средства из ухода хочу отметить. Это вот такой вот шампунь от Head & Shoulders. Это новая серия, которая называется 3 Action Formula. Это у нас гладкие и шелковистые, два в одном. То есть это и шампунь, и бальзам-ополаскиватель. Как же я его люблю. Особенно сейчас, когда у нас отключили горячую воду. То есть мне просто неудобно наносить шампунь, потом бальзам, потом маску и так далее. Я просто пользуюсь шампунем два в одном. Волосы совершенно не обделены. Они такие же блестящие, такие же мягкие. Я обожаю такие шампуни, от которых у меня сразу же заметен эффект. Мне нравятся мои волосы. Они мягкие, блестящие, послушные. Их одно удовольствие трогать. И я реально ценю такие шампуни и всегда их нахваливаю. И последнее из косметики. Это вот такая вот мицеллярная вода от чистой линии 3 в 1. Это у меня уже третья баночка. То есть вы понимаете, насколько мне она нравится? Снимает макияж, успокаивает, очищает от токсинов. Стоит совсем недорого, где-то рублей 70, если я не ошибаюсь. Короче, смешные деньги. Но снимает макияж просто идеально. И самое главное, что не щипят мне глаза. У меня глаза чувствительные, я ношу линзы. Многие средства мне щипят глаза. Но это совершенно не такое. Вот уже третья баночка. Я с большим удовольствием им пользуюсь. Оно снимает макияж просто с двух дисков. Со всего лица, и с глазами, и с помадой. Советую. Очень советую. Стоимость, качество на высшем уровне. Также хочу еще раз отметить школу радио, в которую я хожу уже вот на протяжении двух месяцев. Мы там изучаем технику речи, технику радио. Все про радио узнаем. Делаем домашние задания, подводки. Кто хочет стать радиоведущим, то обязательно заходите на их сайт, записывайтесь на кастинг, ходите на курсы. Вас там обязательно всему обучат. Преподаватели это уже профессиональные радиоведущие, которые на радио работают многие годы. Если вы просто хотите подтянуть свою речь, так как делаю это я, то тоже идите туда. Ссылку я тоже на эту школу радио оставлю внизу. Так что заходите и смотрите. И сериал, который хочу вам посоветовать, это 13 причин почему. Очень коротенький, всего из 13 серий. Он снят по книге. Книгу я не читала, но мне хватило сериала. И даже многие отмечают то, что сериал лучше, чем книга. Он более динамичный, более раскрыт со стороны других героев, не только главной героини. Это сериал про девушку, которая убила себя. И она оставляет 13 кассет, 13 причин почему она это сделала. И эти кассеты отправляются к 13 людям, которые были повинны, по ее мнению, в ее смерти. Очень интересный сериал. Каждая серия про какого-то отдельного человека. Конец очень-очень напряжный. Вот последние где-то две серии, это просто вынос мозга. Очень интересно, так что посмотрите, кто еще не смотрел. Но думаю, многие из вас уже его тоже посмотрели, как и я. Ну и пока на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить будущие видео. И конечно подписывайтесь на мой инстаграм, если вы еще этого не сделали. Тоже интересные красивые фотографии, интересные сториз. Так что подписывайтесь. Спасибо вам большое за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok